Здравствуйте! Росавиация с 22 июля сняла запреты на полеты в Турцию. По сообщению ведомства, Анкара заверила Москву, что власти приняли меры повышенной безопасности нахождения российских граждан в аэропортах и на территории Турецкой Республики. Авиаперевозчики уже отреагировали на решение Росавиации. Аэрофлот сообщил, что возобновил продажу билетов по двум направлениям – Стамбул и Анталию. Также сегодня пресс-служба аэропорта Перм сообщила, что компания Nordwind запускает регулярные авиасообщения Перм-Даламан. Рейс уже появился в расписании аэропорта. Эксперты алкогольного рынка не поддержали идею запрета грузинского вина. Как заявили в Центре исследования федерального и регионального рынков, алкоголя – эта продукция продолжает пользоваться популярностью у россиян. В 2014 году в Россию было ввезено порядка 30 миллионов бутылок, в 2015-м было зафиксировано падение на 35%, а в 2016-м снова отмечен рост. Ранее стало известно, что Комитет Госдумы по международным делам осудил Грузию за присоединение к санкциям Евросоюза. Они касались полуострова Крым. В результате депутаты предложили принять ответные меры, в том числе запретить импорт грузинского вина. Последний в мире производитель видеокассет японская компания FUNAI заявила о намерении закрыть производство. На предприятии рассказали, что они окончательно прекратят работу в конце июля. Руководство FUNAI объяснило свои решения с затруднениями при поиске комплектующих. В течение прошлого года, по словам производителей, было продано всего лишь 750 тысяч видеокассет. В компании посчитали, что этого очень мало и решили прекратить их выпуск. Картами МИМИР можно будет расплачиваться через мобильный телефон. Национальная система платежных карт занялась разработкой платежного мобильного приложения. С его помощью можно будет оплачивать товары и услуги картами МИМИР, причем дистанционно. Технология называется NFC. Для оплаты покупки с мобильного телефона владельцу будет необходимо скачать приложение, пишет газета «Известия». Технология NFC предполагает оплату мобильным телефоном путем прикладывания смартфона к терминалу. После этого с банковской картой клиента списывается сумма покупки. Основной плюс этой технологии заключается в том, что для оплаты покупки не нужно доставать из кошелька банковскую карту. Платить можно при помощи смартфона. Роскомнадзор опубликовал статистику жалоб на операторов сотовой связи. Всего в надзорное ведомство поступило 3113 обращений на федеральных операторов МТС, Мегафон и Билайн. Как сообщили в Роскомнадзоре, за год самое большое количество жалоб абонентов касалось суммы выставленного счета. С ней не согласились 969 человек. 617 человек отмечали отсутствие связи. 582 не устроило качество связи. Низкая скорость мобильного интернета, шум, треск, неразборчивость речи. И 124 абонента пожаловались на подключение им платных услуг без их согласия. Курс доллара, по данным Центробанка, на выходные составляет 64,62 рубля.